День 2. Я проснулся в 5 утра. Пошел гулять по городу. Это настолько непередаваемое ощущение, настолько это интересно, вы себе не представляете. Братья-китайцы уже в это время, они вовсю передаются водным процедурам в бассейне. Зачастую у многих туристов выбор именно этой гостиницы связан вот с этим, что ребятки в 5 утра реально ходят плавать, купаться и так далее и тому подобное, что мешает нашим тупо спать. Здесь город Хунчун весь уже в 5 утра живет, ну, я не знаю, какой-то своей эмоциональной жизнью, своей, я не знаю, культурной жизнью. Набережная. Набережная. Все, взяли, она свежая и красивая. Кто-то ловит рыбу в канале у гостиницы. Каждому свое. Кто-то вообще просто-напросто, вы себе не представляете, как странно это выглядит. Ну, просто взяли, люди забили болт на природу и взяли, перегородили канал там рыболовной сетью. Особенности китайского отношения к природе, центр города, канал, опачи, сеточка, нормалек, а внизу мужики рыбачить пытаются. Ну, а кто-то тихо в этот момент еще и мирно, да, наверное, спал в своих китайских квартирах и относительно чистых и тихих кварталах своего города. Посмотрите сами. Внутренние дворы, вы знаете, они не слабо отличаются от наших, вот в конкретном данном случае. И что интересно, это довольно чисто. Хотя есть и места шусральникам конкретные. Сыроюшки. Прикольно. В парке у гостиницы люди занимались гимнастикой, дышали свежим воздухом. Отдельные, вот, вот, просто прошу вас обратить внимание на это, отдельные, особо агрессивные коммунисты музицировали на природе. Ну, это просто страшные люди. Посмотрите, послушайте, как, как это выглядит вообще все. В этом что-то есть. Утро, шесть утра, парк. Каждый отдыхает по-своему. Кто-то занимается. Как он тот молодой человек. И ничего ему не надо. И вы знаете, эта обстановка дает чувство какой-то вот наибезопасной безопасности и покоя. В этот день я встретился с гидом и обсудил с ней экскурсии и вопросы поездки. Жанна оказалась, ну, профессионалом своего дела. Поэтому я бы даже мог ее рекомендовать остальным. Вот, мне выдали вот такую программку. Я вам сейчас ее пролистаю быстренько. Может быть, что-то вам будет интересно. Посмотрите. С экскурсиями и, собственно, сценами. Это у нас поющий фонтан. Мост Хунчунь. Это у нас вот такая экскурсия. Живописный район Фанчуань и музей Хунчунь. Мне очень понравилась эта экскурсия, но об этом поговорим позже. Эта экскурсия у нас на стеклянный мост. Цены можете сами видеть. Здесь тоже стеклянный мост и рыбная ферма. Ну, кому как угодно. Это экскурсии на горячие источники. Вот еще одно. Тоже это СПА. Тоже источники. Еда. Цены видите сами. Это горячие источники Шенлон. Я просто никаких отзывов об этом не видел. И вы тоже узнаете от меня об этой экскурсии. Тоже аквапарки, источники. Город Дунгхуа. К статуи Будды. Экскурсии по городам Тумэнь и Яньцзи. Здесь аквапарк МДМ и горячий источник МДМ. Вот еще две экскурсии. Одни, кстати, из самых популярных. Ну, потому что они недорогие. И вот сюда я попытался попасть два раза. Оба раза у меня не получилось. Но об этом я тоже расскажу попозже. Вот еще обратная страница. Можете посмотреть. Может быть, кому-то это будет полезно. Кто поедет в город Хунчунь. Итак. Жанна, как я уже сказал, оказалась профессионалом в своем деле. Она, как бы вам это объяснить. Она честно сказала, что будет зарабатывать на мне деньги. Но сделай все чисто, аккуратно, мол, и мне все будет, ну, все понравится. Что сделала? Она молодец. Жанна созвонилась с китайцами в городе Байшань. Взяла у них фотодокументов, чтобы, если я не вернусь в течение двух дней, знать, куда отправить полицию. Респект ей за это. Договорилась, что китайцы встретят меня в городе Чанчунь. Это 500, по-моему. Если я не ошибаюсь, конечно, 500 километров от города Хунчунь. При этом еще она взяла мне билеты на поезд. Стоили они туда-обратно. 300 юаней. Это маршрут Хунчунь-Чанчунь и обратно Хунчунь. Но, как бы, Жанночка тут же прям молодец. Она, не моргнув глазом, накинула еще соточку юаней. Это, ну, так, за суету. Правда, мне обеспечивают трансфер на вокзал и обратно в гостиницу. И сами понимаете, то есть деваться мне некуда. Китайский язык я не знаю вообще. И перед поездкой я накачал кучу электронных переводчиков. Кроме этого, VPN поставил на телефон и скачал такую программу, как WeChat. Это программа и платежная, и общение, и реклама, и все что угодно. Это очень удобная тема. Я не знаю, почему однотипного чего-то такого нет у нас в России. Все это я закачал в свой телефон. Ну, и на этом, собственно, мои познания китайского языка были вообще закончены однозначно и одномоментно. Кроме этого, еще огромное спасибо Жанне. То есть рекомендую всем, выделила мне китайскую сим-карту для оперативной связи. И без сим-карты, честно говоря, я бы тупо пропал. Так как в городе Байшань туристов нет вообще. Вот вообще нет туристов. И было мало мест, где был, собственно, Wi-Fi. И я пользовался интернетом и переводчиками всеми, да, которые накачаны в телефон были, именно через сим-карту. Самое интересное, это то, что Жанна помогла мне купить хороший и действительно-действительно вкусный чай. Пыталась меня развести на чайную церемонию. Но я сказал, Жанночка, мне типа просто попить чайку, поэтому не надо мне втюхивать там чайные церемонии. И оказывается, вот вкусный чай в городе, в Хунь-Чунь, продавался не в чайном магазине, а именно в аптеке. Карл в аптеке. Все мои экскурсии мы договорились обсудить по моему приезду из города Байшань. На следующий день в 6 утра, собственно, должна была осуществиться моя мечта. Ну, а сегодня я буду просто отдыхать, пить чай. Гулять по городу, Наслаждаться покоем, общением, общением с животным миром. Иди сюда. Ну, зачем выгнали? Взяли люди плохие, обидели собаку. Да, собаку обидели. Рассматривать архитектуру. И наблюдать за азартом китайцев. Очень азартные люди, очень. Рассматривать архитектуру. Вот так вот народ развлекается, как может. Рассматривать архитектуру. Ага. Рассматривай. Субтитры сделал DimaTorzok